Зинаида Ивановна вторую неделю не включает в зале свет после того, как с намокшего потолка упала люстра. Теперь вместо нее пластиковая ведерко, куда день и ночь капает текущая с крыши вода. Потекло ручьем оттуда. Ну и встали, и она упала. Хорошо, что это днем упал, тут стоял под ней тазик, потому что в тазик текла вода. Ее ставить мы уже не будем, она уже все. Я и боюсь, замкнет, здесь ребенок спит. Не дай бог что. Еще одно ведерко на кухне вместо вытяжки. Мы вызывали вентиляторчик, они говорят, это у вас с крыши все. Углы во всех комнатах, в желтых разводах и плесени, но самое страшное не это, говорит пенсионерка, а то, что вода течет прямо на проводку. И если от этого совсем не вдруг случится пожар, бежать с пятого этажа ей вместе с детьми и внуками будет просто некуда. Еще сильно боюсь коридор. Как если загорится в коридоре, нам дверь не открыть, нам не выйти с пятого этажа. Балкон у нас здесь один, а рядом у нас балконов нет ни с той, ни с другой стороны. Только лететь напрямую. Потолки на пятом этаже первого и второго подъездов протекают давно. Работники Пролетарской ГУК уже не раз делали текущий ремонт этой крыши. И в 2013-м, и в июне прошлого года. Если, конечно, такую работу, которой не хватает и на полгода, вообще можно назвать ремонтом. Нам бы хотелось, конечно, делать крышу хорошую, чтобы мы не страдали. Это сколько лет мы каждый год страдаем с этой крышей. Ремонт только сделаем, год-два и год-два не проходит, опять нас затопляют. Сколько мы будем мучиться. Наталья Баулина с мужем год назад сделали в квартире основательный ремонт. Потратили немалые средства, но обои уже отклеиваются. У нас вот текет крыша вот здесь вот. Здесь у нас была плесень. Мы это все почистили, поклеили. Вот там на камере не видно будет, но вот эти потеки вот желтые. Вот это все пошло отходить. Вот это все ржавчину видно, мокрое. Ну и вот пошла плесень. И все, и дальше, и дальше. Еще одна проблема, которая мешает нормально жить всем жильцам 20-го дома – отсутствие горячей воды. Формально-то она есть, а вот фактически – нет. Я уже не сливаю, потому что сама даже засекала. 7 минут, 7-10 минут нужно ждать. Она текет только чуть теплой, особенно утром. Я уже грею чайник. Жильцы говорят, в доме нет циркуляции. Чтобы вода в трубах стала горячей, нужно прокладывать еще одну линию. Но в ресурсоснабжающей организации «Энергосбыт плюс», объединенной энергосбытовой компанией группы «Т плюс», куда жильцы перечисляют плату за горячую воду и отопление, им ответили – денег нет. Я с письмом ходила насчет горячей воды. Роза Люсенбург, там вот на этой улице. Теплотранс. Я говорю, нам вот надо провести циркуляционную линию. Ну что же мы так и страдаем за холодную воду, за чуть теплую платим. Мне пропустили к этой чайке, она и говорит, мы вам сейчас не можем это сделать, у нас денег нет. Но куда же, удивляются жители пятиэтажки, деваются деньги, что они платят за горячую воду, которая при этом еще и чуть теплая. Мы платим за горячую воду. Ее на самом деле нет. Чуть тепленькая. Тогда нам снижайте тариф. У нас ее, я если утром встаю, умыться, я должен минут пять спускать воду. Тогда у меня тепленькая вода пойдет. Через полчаса то же самое. Опять такая. Я за что? Я за тепленькую воду плачу. И пока коммунальные службы будут списывать все проблемы на отсутствие средств, они так и не будут решены. Людмила Чекал, Алексей Демин. Наши новости.